С вами Григораш, новый руководитель, и был ли на заводе Нардеп Крайденко? Нардеп Крайденко был в прошлую среду, 7-го числа. По приказу Григораша Дмитрия Валерьевича попросили очистить полностью завод от сотрудников предприятия, чтобы не было. После 5-ти часов вечера Григораш Дмитрий Валерьевич вместе с депутатом Крайденко и еще каким-то человеком приехали на его машине на территорию завода и начали ходить по цехам, присматривать, что, куда, зачем, скрывать ломбы и срывать. В присутствии Мурдит Анны Владимировны, это инспектор по кадрам, было сказано, что я директор, что хочу, то и делаю. Это сказал Григораш, да? Да, это сказал Григораш. А Крайденко в это время что говорил? Ну, как бы, да, молчал, как бы, ходил по стороне, смотрел, какое огромное количество оборудования и металла находится на территории, как бы, что завод на сегодняшний момент полностью сохранен в целостном виде, потому что он находится под арестами, исполнительная служба описанная, аресты по прокуратуре, по налоговой, как бы, имущество, как бы, оно все в целостной сохранности, все под пломбами. На вопрос, вы не приняли завод, согласно букве закона, как бы, вы не имеете права срывать пломбы, было сказано, что я директор, что хочу, и делаю. Как бы, Анна Владимировна вызвала полицию на 102, моментально, как бы, услышала о том, что есть полиция, Крайденко вместе с Григораш сели в машины и уехали с территории завода. Да, как бы, служба охраны опечатала заново цеха, и, как бы, на том все закончилось. Скажите, пожалуйста, есть ли предположение, что вообще, если ведется такой диалог и говорится о том, что я директор, что хочу, то и делаю, возможно ли вывоз из завода стандартам? Будем надеяться, что, как бы, охрана предприятия, которая работает уже очень много лет, как бы, она с коллективом, и она не допустит ни малейшего вывоза с территории завода, ничего противозаконного. Ну, в противном случае, конечно, будет очень печально. Дело в том, что на сегодняшний момент произведена полная инвентаризация завода, переписаны все станки, все запчасти, все винтики, болтики, вся документация отправлена во все фонды госимущества полностью Украины, это все зафиксировано. И на сегодняшний момент должна была быть произведена корректировка инвентаризационных ведомостей по оценочной стоимости балансовой предприятии, потому что, как бы, баланс и переоценку имущества не делался еще с 14-го, иногда и с 13-го, как бы, некоторых вещей. Вот и все. Как бы, меня на сегодняшний момент с 5-го октября не пускаю на территорию завода, якобы я с 30-го числа уволенный, хотя 1-го октября я приходил на работу, находился с 8-ми до полпятого, 2-го октября находился на работе, находился с 8-ми до полпятого. Как бы, директор, как такового, со мной не разговаривает тоже, как бы, приезжает, уезжает, а иногда вообще не появляется. Как бы, у нас закрыли месяц, он, его бухгалтер вместе с ним, ну, как бы, у него одни восьмерки, он 24 часа был на рабочем месте. Хотя есть акты, которые подтверждают о том, что его не было вообще на рабочих местах, где он находился, как бы, даже те суды, которые он должен был находиться, и, как бы, согласно той книге, которую он положил, что это книга, как он сказал, внутренних командировок, потом где-то неделю находится, через неделю приходит он нам. С 8-ми до полпятого был в налоговой, с 8-ми до полпятого был в юстиции, как бы, потом с 10-ти до 3-х был в суде, хотя судов не было. Вот на следующий момент у нас суд очередной в апелляции по среднему заработку на 100 с лишним тысяч гривен, как бы, он опять туда не поехал, его перенесли. Как бы, опять-таки, суд мы уже один выиграли, человек просто подал на апелляцию, не согласен с этим, как бы, если сейчас он опять не явится на суд, апелляция, как обычно, как бы, ну, ответчик не явился, как бы, значит, он не прав. И присудят нам очередные 100 тысяч, 120 тысяч начислений на задолженность предприятия. И эта сумма уже будет по приватизации, там, не 4 миллиона, а уже будет, там, 4,200, 4,300, как бы. Таким образом, как бы, уже будут другие. То есть, существует ли на сегодняшний день угроза, что предприятие вырежется окончательно и сдаться в металл и просто продавится? Дело в том, что помощник Григораша Дмитрия Валерьевича, Сергей, он последнее время работал очень много в отделе НБУ, согласно декларации, которую можно в интернете посмотреть, в отделе банкротства предприятия. И из их уст частенько было о том, что мы заходим, вырезаем, выделываем, продаем, быстро, как бы, заводим комиссию ликвидационную, и все на этом заканчивается. Я думаю, что к этому они точно так же пришли. Они не ожидали только о том, что здесь полностью сделана инвентаризация, процесс приватизации к нулю, как бы, полностью заканчивается. Это для них был большой удар. А еще, как бы, они не ожидали того, что я являюсь главным инженером, и практически целый месяц с сентября меня всячески пытались угрозами, разговорами, как бы, чтобы я написал заявление, уволился, как бы, на вопрос документы. Документы мы принимать не будем, нам это не надо. Ну, отдавать им бухгалтерские документы очень страшно, потому что, как мне сказали, рукописи очень быстро горят, А процесс, за два года вылизанная вся бухгалтерия, полностью, как бы, красиво, все сданные отчеты, вся налоговая, вся документация, все фонды. Как бы, вы просто не представляете, какую это трудная работа, как бы, чтобы это все было красиво, сделано, и не было никаких вопросов. Если это все пропадет, то это однозначно тогда... Скажите, пожалуйста, вот вас игнорируют, вам угрожают, не хотят принимать документы, вы слышите о том, что угроза, что есть риск вырезать все предприятие. Вы подавали заявление в полицию? Я подавал в прокуратуру, в Запорожскую областную, подавал в ГБР, в наш Мелитопольский, получается, подавал заявление в Генпрокуратуру Киева, писал на президента, писал на губернатора, как бы, письма, писал во все фонды. Дело в том, что, как бы, у меня в том приказе, который пришел 3 сентября, с фонда госимущества, уведомление меня, там, сейчас 21 августа, снят, с исполняющего обязанности директора, есть четкие указания, что я должен передать новому директору. Дело в том, что на мои петиции и запросы в фонду госимущества на сегодняшний момент не пришел ни один ответ, какому директору и кому я должен передать. Как бы, подтверждение официального фонда госимущества, кроме устного в телефоне, что у вас же поменялось в реестре, как бы, все, значит, это новый директор, как бы, нет. А письменного подтверждения нет? Письменного подтверждения нет, есть только, как бы, письма, которые привез я, как бы, Григораж Дмитриевич Киева с печатью, и написано, что это копия. Так, может, это опера какая-то? Ну, как бы, скорее всего, что, потому что на 28-е число, когда были поменены директора в реестрах предприятия, ни фонд госимущества города Запорожья, ни региональное Днепропетровск, никто не знал о том, что произошло. Как бы, на мои устные вопросы, как бы, человек 25-го июля написал заявление о том, что он хочет быть директором завода, фонд госимущества, по-моему, в районе 3-го... Была создана комиссия, рассмотрены кандидатуры, и лучше Григоража никто не был. Хотя, они должны были уведомить действующего и исполняющего обязанности директора, о том, что создана комиссия по замещению, как бы, директора. И точно так же я должен был приехать на комиссию со своим планом развития предприятия, как бы, и это все и монтаж. Ну, с таким же успехом каждый человек, работающий на этом предприятии, может написать заявление. Я хочу быть директором. Да, ну, человек во Львове так вот придумал себе, я хочу быть поближе к морю, и хочу быть директором вот этого завода государства, назначьте меня. А он живет во Львове? Нет, он сам с Александрии. Григораж Дмитрий Валерьевич, он с Александрии, и о существовании города Мелитополя он узнал только летом, можно сказать. Когда нужно было заниматься здесь выбором его депутата. Выборами кого? Ну, его, ну, выборами депутата. Народного депутата. Да, народного депутата. Крайденко, да. Как бы, он о существовании этого завода, в принципе, как бы, узнал только так. Дело в том, что от Крайденко поступали запросы уже много времени, как бы, он пытается давно уже получить завод. Для какой цены, или непонятно. Потому что, ну, планы развития, насколько я знаю, завода ни у него, ни у его помощников абсолютно нет. Они не понимают, что с этим всем делать полностью. А запросы куда поступают от него? Запросы были от него направлены в фонд госимущества. Депутатские запросы о снятии исполняющего обязанности директора и поставки, как бы, других директоров. Он совместно со вторым директором, с депутатом Кировоградской области, совместно писали такие петисы. Дело в том, что в июне месяце было письмо с фонда госимущества о том, что дать ответ по планам, ну, проделанной мной работы за последние полтора года, как бы, там была очень большая таблица с цифрами совсем на свете. И совместно с запорожским региональным представительством фонда госимущества, с Александром Александровичем, замдиректора по фонду города Запорожья, был отправлен большой отчет фонда о том, что, как бы, проделана такая работа, что заканчиваем приватизацию, как бы, директор действующий абсолютно уменяемый, и замена директора, ну, нецелесообразна вообще никаким образом. И вот буквально после этих всех отчетов у нас появляется заявление на нового директора. Хочу быть директором. Хочу быть директором, хочу быть директором. Дело в том, что, как бы, я за свою конденсию, как бы, на сегодняшний момент полностью всю бухгалтерскую документацию, отчетные периоды, все остальное выровнено, все в ноль, никаких задолженностей по бумагам, по начислениям. К сожалению, проплат нет, но зато, как бы, есть все суммы, все люди в любой момент могли спросить у меня, сколько у них задолженностей, они получали любую справку о доходах, любую справку в пенсионный фонд. А сколько лет вы здесь работаете? Я второй год, Виктория Панчукова. Вы местный? Я запорожский, как бы, меня попросили, как бы, здесь помочь с налаживанием производства. Как бы, я приехал, начали работать, как бы, и, к сожалению, исполняющий обязанности директора, который здесь был до меня, как бы, он уволился, пусть уменьшим обстоятельством, как бы, и уехал. В результате, как бы, я принял на себя время на исполняющую обязанность.